Привет всем! И действительно, название ролика в клетке соответствует тому, где мы сейчас находимся. Не то, чтобы я негативно отношусь к подмосковному городу Мытищи, где находится эта площадка, где я сейчас нахожусь, но она действительно находится в клетке. То есть, идея о том, что воркаутом можно заниматься всегда, в любое удобное для вас время, когда вы захотели, пришли, позанимаетесь на турнички, в Мытищи не работает, потому что площадку тупо закрывают. Нет? Окей. Ладно, я не обратил внимания, что двери уже нет. Раньше площадку закрывали, и когда эту площадку только-только открыли пару лет назад, я был на открытии. Даже внесу лепту в то, чтобы она здесь появилась, эта площадка. Настя дико удивил тот факт, что ее закрывают, и заниматься можно строго определенные часы. Но, как видите, сейчас я не обратил на это внимания, но действительно это уже так, двери нет. Еще раз, нет двери никакой. Поэтому можно заниматься в любое время дня и ночи, просто приходишь и занимаешься. Из того, что здесь есть, собственно, стандартный набор, рукоход двухуровненный, очень высокий, двойные гнутые брусья. Комплекс, комплекс. Видите, комплекс очень необычный. То есть перекладинка, расположены перекладины, чтобы можно было опять же делать элеватор. Это нестандартное решение Кенгуру ПРО. Просто, когда площадку только построили, ребята сгоняли за ключом шестигранным. И, в принципе, если у вас есть шестигранный ключ, вы можете перестраивать площадки Кенгуру ПРО, как вам захочется. Потому что далеко не всегда они построены оптимальным образом. А здесь вот сделали элеватор и сделали отдельный турник, чтобы можно было на нем крутить обороты. Вот так. В принципе, можно что угодно переделать. Эти мне нравятся модульные конструкции. Просто берешь шестигранник и превращаешь их в площадку своей мечты. В общем, приятное покрытие, приятная площадка. Разве что клетка. И сегодня я буду тренироваться именно здесь. Сегодня последний день шестой. Шестой недели, господи, ребят. Время, время продолжает бежать. И сегодня последний день. Последний день, когда мы делаем пять кругов, завтра уже будет шесть кругов. Мы добавим еще один круг. И по поводу добавления круга я скажу так. Я не буду играть в героя и не буду делать по 20 поджиманий от пола. Я сделаю по десятке. В принципе, когда дело касается тренировок, не надо играть в героя. Не надо. Лучше постепенно наращивать уровень, увеличивать нагрузку, расти, прогрессировать без травм. Чем сыграть в героя, подумать, что вы все можете, получить травму, выпустить из тренировочного режима надолго. Зачем? Зачем вам это? В долгосрочной перспективе, когда вы планируете заниматься этим всю жизнь, одна-две тренировки месяц, даже несколько месяцев тренировочных, они не играют роли. То есть спустя там 5 лет вы будете отдаться назад и даже не вспомните, что у вас в течение нескольких месяцев был медленный прогресс. Но если у вас была какая-нибудь серьезная травма, вот ее вы не забудете никогда. Поверьте. Поверьте моему горькому опыту. Вот. И я сейчас говорю не о том, что я уже несколько месяцев не потягиваюсь вообще. Кстати, не тянет. То есть в отличие... В чем отличие людей, которые занимаются уже много времени, а те, кто только начинает заниматься? У новичков есть такая, я по себе помню, есть такая дикая тяга. Они не могут без тренировок. Надо тренироваться, 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 иначе не будет результата. Больше тренироваться. Болеешь, блин, что за фигня. Хочется поскорее тренироваться. Еще не долечился. Начинаешь тренироваться. У тех, кто занимается давно, уже этого нет. Нет никакой тяги. Гораздо более рациональный подход. Если ты заболел, ты выздоравливаешь. Если у тебя по плану идет тренировка, но что-то идет не так, ты переносишь ее. У тебя нет дикой тяги тренироваться, потому что знаешь, что в конечном итоге все эти усилия складываются, и поэтому нет смысла ничего форсировать. Вот это более такой правильный рациональный подход, в отличие от новичкового эмоционального. Ну, я думаю, к нему просто нужно приходить, то есть пытаться убедить в этом новичков тяжело. У них немного другой взгляд на все это дело. Поэтому, ну, каждый дойдет. Со своим опытом я дошел, мне нравится. Я могу спокойно пропускать тренировки, вообще не тренироваться целый день. Вы этого не слышали сейчас. Ладно, все, разминаюсь, пока я не замерз, и буду делать круги. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Завершение программы Всем пока